В Брюсселе продолжаются переговоры о том, как все-таки предоставить Украине давно обещанный безвизовый режим. Мало того, что наша страна выполнила все условия, которые выдвинули европейцы, так еще и, наконец, в ЕС был принят так называемый механизм приостановки безвиза. Последнее, что требовалось для решения в пользу Украины. Но условия этой приостановки таковы, что некоторые эксперты уже говорят. Если летом безвиз и заработает по утвержденному европейцами графику, то уже к осени его могут и приостановить. Что на самом деле? Узнаем у Елены Зориной. Она в Брюсселе работает. Лена, приветствую. Скажи, насколько широк список вот этих причин для отмены безвиза? Не получится ли так, что этот безвиз, которого так долго ждали украинцы, спустя пару месяцев работы попросту отменят? Алексей, ну на самом деле, чтобы отменить то, что еще не принято, это для начала нужно еще принять. Пока непонятно, какой будет позиция Франции по безвизу для Киева. Но очевидно, что утвержденный график процедуры по украинскому вопросу как раз подстраивают в аккурат под завершение выборов в этой стране. Ведь некоторые кандидаты явно против открытия границ для Киева. Однако процедура уже начата, первый шаг сделан. Послы Совета ЕС на этой неделе сказали свое слово, и это было слово «да». И если все-таки безвиз заработает, расслабляться не стоит, по крайней мере, первые семь лет. Именно этот период станет настоящим экзаменом для Украины. Нашей стране гарантировано пристальное внимание со стороны Европы. И если что-то пойдет не так, все вернется на круги своя. То есть безвиз отменят. Ну и тут интересно, зачем же будут следить. Первое – это выполнение реформ. О безвизе можно забыть, если в Украине вдруг решат, что называется, отыграть назад историю с созданием антикоррупционных органов, таких как НАБУ, САП, нациоагентство по противодействию коррупции или, например, отменить электронное декларирование. Еще один момент – это мигранты. Если вдруг увеличится количество украинских нелегалов в Европе или тех, кому будут отказывать во въезде, безвиз также приостановят. И вот еще, если возрастут риски внутренней безопасности в Европе. Не стоит забывать и о ситуации на востоке нашей страны. Ежегодно Еврокомиссия будет проводить мониторинг по Украине и готовить отчеты, и если здесь сочтут нужным, Киеву устроят дополнительные проверки. Также инициировать их может Европарламент или Совет ЕС. Все это прописано в механизме приостановления безвизового режима для третьих стран, которые утвердили в Брюсселе в начале этой недели. А уже на предстоящей запланировано голосование украинского вопроса в Комитете Европарламента. Что ж, Европа, похоже, отступать на этот раз от своего не намерена. Посмотрим, как Украина выдержит испытания безвизом. Алексей. Посмотрим, Елена. Спасибо за работу. Елена Зорина была с нами на связи из Брюсселя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!